Что такое? Кто такой? Ежедневно краснодарцы задают Яндексу множество вопросов о сути тех или иных предметов и явлений. Только в первой половине мая жители Кубани задали больше 16 тысяч таких запросов. Больше всего хотели узнать, что такое селфи и ягоды Годжи, кто такие сепаратисты и Кончита Вурст. Часто в свете последних политических событий спрашивали, что такое референдум, Майдан и Федерация. Модные интернет-термины тоже в топе. Инстаграм, хипстеры, мейнстрим и фейк. Для многих эти слова все еще остаются непонятным набором букв. А иногда кубанцы просто разгадывали загадки вместе с Яндексом. Например, что бросают, когда нуждаются в этом и поднимают, когда в этом нет нужды. Ответ озвучу в завершении рубрики. Инопланетное послание, шпионский шифр или затянувшаяся рекламная кампания? Пользователи Ютуб всего мира ломают голову над загадочными видео неизвестного пользователя. Эти ролики с красно-синими прямоугольниками привлекли внимание журналистов авторитетных изданий, экспертов и подписчиков канала, которые, кстати, сегодня уже более 30 тысяч. И все бы ничего, если бы эта шутка не затянулась на целый год. Сегодня количество видеороликов перевалило за 78 тысяч. Кстати, один краснодарский пользователь предложил сложить все 10-секундные фрагменты в единый фильм. А вдруг из этого что-то получится? Ну что же, ждем результата. Думаю, в случае удачи он прославится не меньше создателя летающих прямоугольников. Краснодарцы выкладывают в интернет видеоролики более логичные. Например, в популярном паблике «Типичный Краснодар» пользователь Анастасия Плас поделилась своим наблюдением на тему, как спастись от жары в Краснодаре. Как всегда, самыми изобретательными оказались дети. Используйте рекламные конструкции правильно. Сегодняшний медиа-обзор будет очень полезен автомобилистам. Хотя советую посмотреть всем, наверняка у вас есть друзья, которым такой гаджет можно подарить. Герой сегодняшнего медиа-обзора – аппарат, благодаря которому падение Челябинского метеорита увидел весь мир. Это автомобильный видеорегистратор. Ну, вещь полезная, конечно, не только для съемок роликов для YouTube, но и для решения автомобильных споров. И об этой модели мы поговорим с человеком, который общается с техникой на «ты», автомобилистом стажем. Алексей, привет! Леш, ну, у тебя большой опыт общения с техникой, с противной техникой, с электроникой. Расскажи, пожалуйста, вот об этой модели, что ты думаешь, вот твой экспертный взгляд. Представлена модель Onyx 700-й серии. В принципе, видеорегистратор очень неплохой. В данном случае у него камера сферическая, угол обзора у него 120 градусов, существует светодиодная подсветка. Мы ночью можем какие-то темно-доступные участки, мы будем видеть. Также же у него очень великолепный 2,5-дюймовый дисплей открывается, все очень видно. Мне очень понравилась крепежная система. Большинство видеорегистраторов страдают тем, что нет возможности установить его в какое-то положение, где реально хотелось бы, чтобы он не мешал, не закрывал лобовое стекло, ну, своим большим как бы размером. И в данном случае, когда мы крепим к лобовому стеклу, у нас получается, можно выбрать любой угол. У него очень хорошая сферическая линза сама по себе, тем самым позволяет снимать при солнце. Данный видеорегистратор снимает Full HD, при фотографировании у него камера 12 мегапикселей, 4-кратный зум, снимает он очень красиво, номера видно реально далеко, что немаловажно. Плюс у него очень высокая обработка самого видео. Так что данную модель рекомендую всем, очень хороший видеорегистратор. На этом все. Напоминаю, что смотреть наш эфир можно круглосуточно на сайте tv краснодар.ру. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Да, чуть не забыла про загадку от Яндекса. Что бросают, когда нуждаются в этом и поднимают, когда в этом нет нужды? Правильный ответ – якорь. Будьте любознательными. До встречи!